Уважаемые братья, в первую очередь я прошу Священную Аллаху Таала, чтобы Он этот Маджилис сделал причиной для прощения наших многочисленных грехов, которые мы, к сожалению, допускаем, особенно нашими устами. Любой наш Маджилис, где бы мы ни собирались, о чем бы мы ни говорили, в конце концов, этот Маджилис превращается в Маджилис Гибата. Гибат, мы начинаем говорить о своих братьях, рассказывая об их недостатках, об их ошибках, грехах. Даже если это не грехи, это мы так думаем. Поэтому такие Маджилисы, мероприятия очень важны для того, чтобы Аллаху Таала прощал нам такие устами совершаемые грехи. Насчет мольбы, дорогие братья, мы уже проходили и 90-е годы, и 2000-е. И сейчас уже об этом говорят, нас некоторые товарищи упрекают и упрекали, что мы к Аллаху не обращаемся, дуа не делаем, а обращаемся к мертвым и так далее. Мол, они такие искренние, которые делают чисто только Аллаху дуа, даже при этом тавасул не делая, не вспоминая при этом любимых рабов Аллаха, как пророка, как любимости Аллаха и так далее. Но на самом деле, вот сейчас, когда вот эти волнения пошли, и, к сожалению, наши алимы нам говорят, что та ситуация, которая сейчас в нашем братском народе, в Газе и в Палестине, для него только одно решение – это мольба дуа. И когда наши имамы и алимы начали призывать именно к мольбе дуа, те товарищи, которые нас упрекали, что мы дуа Аллаху не делаем, они начали призывать вместо этого к митингам, к другим таким действиям, то есть отбрасывая дуа. Вот лично я увидел одного известного блогера, из числа этих товарищей, ему говорят, вот сейчас, что мы должны делать для Палестины, но только про дуа не говори, не надо говорить, дуа делай. Чем можно решить вопрос? Он говорит, деньги будем собирать. То есть этот товарищ решение проблемы увидит в деньгах. Не в мольбе, а в деньгах. То есть то искренность, то такое обращение к Аллаху дуа, к которому они нас призывали, хотя мы больше них дуа делаем. В этом уже моменте дуа переходит на какой-то крайний план, и переходят деньги, собреты деньги. И еще интереснее этого, ему он говорит, обратите внимание, вот сейчас, ну, когда-нибудь Аллаху откроет дорогу туда, в Палестину, и вы пойдете туда. То есть он нас отправляет. Он говорит, когда откроется дорога в Палестину, поезжайте туда. Мы туда поедем, он как сейчас будет отдыхать в Турции. Видите? Поэтому, дорогие братья, мольба – это ибадат. Когда мы к Аллаху обращаемся с искренним сердцем, надеясь на Его милость, зная, что Он исполнит взятое на Себе обещание отвечать, это является богослужением. За это мы и награду получаем. Аллах, в ответ на нашу мольбу, нам, иншаллаху, даст то, что мы просим, и плюс к этому мы получим награду, получаемую за совершение ибадат. Обращение к Аллаху, прощение его, мольба к Нему с искренней с Упаванием, это является ибадатом, за которую мы получаем и возграждение от Аллаху Та'ала. Аллаху Та'ала в Коране говорит, Когда нашего пророка спросили про нашего Созателя Аллаха, там есть разные варианты, о чем спросили. Некоторые, говорят, спросили, как мы будем Аллаха просить, высоким голосом или про себя услышать он нас или нет. Другие сказали, обещайте нам нашего Созателя, кто он такой? И Аллаху отвечает, Когда тебя спросят, мои рабы обо мне. То есть, когда тебя спросят, о пророк, мои рабы обо мне. Ты им скажи, Я к ним близок. Близок имеется в виду не по расстоянию и не местам, потому что Всевышний Аллаху Та'ала причист от того, чтобы у него умело либо место, либо расстояние. Он близок к нам своим знанием, своей милостью, своей готовностью принимать наши мольбы. Он рядом с нами. Когда ко мне мой раб обратится с искренностью, с чистым сердцем, без высокомерия, униженным, приниженным, с разбитым сердцем, Я этому моему рабу отвечу. То есть, Вот это дальше самое очень важное. В предыдущей части, первой части Аллаху Та'ала нам обещает, Он нам обещает ответить на нашу мольбу. Когда ко мне обращаются мои рабы, я и его мольбу отвечу. Вот это обещание исполняется в любом случае, Потому что Аллаху Та'ала сказал, Он сделает. Дальше говорит, Это со стороны Аллаха. То есть, Аллах взял на себя, отвечает на наши мольбы. Дальше Он говорит, Но, с нашей стороны, уважаемые братья, Должны быть стороны. Мы должны вести себя таким образом, Чтобы Аллаху Та'ала дал нам то, что мы от него просим. Вы ведите себя таким образом, Чтобы я отвечу на вашу мольбу. Здесь один важный момент. Ответ бывает двух видов. Вот когда мы, Аллаху говорим, Я раб, о мой Аллах, дай мне то, дай мне то. Аллаху Та'ала обязательно ответит, Что тебе нужно, ой мой раб. Аллах отвечает, обязательно любому, Верующему, неверующему, мусульманину, Иду без разницы. Но, а что касается, Давать ему, что он просит, Там уже условия идут. То есть, для того, чтобы Аллаху Та'ала, Отвечая на наши мольбы, Дал нам то, что мы желаем, То, что мы просим, Там есть условия. Вы исполняете мои шарианские предписания, Исполняете фарзы, Остерегайтесь запретов, Кушайте халал, Остерегайтесь харама, Соблюдайте сунна моего пророка Мухаммада, Пускай у вас будет чистое, искреннее намерение, И тогда я вам отвечу. То есть, с нашей стороны, Тоже необходимо, Чтобы мы были готовыми, Подготовленными для того, Чтобы Аллаху Та'ала принял наши мольбы. Вот здесь Та'авсири говорится, Я приму у людей, у моих рабов, Ихние мольбы, Ихние ибадаты, Ихние поколения, Если они делают это ради меня. Хадис Та'авсири так говорится. Потому что Люди, которые высокомерные, И не просят меня, Они, вместо того, Чтобы Аллаха просить, Собирают деньги туда, отправляют. Или же на какие-то материальные блага, Они уповаются вместе, Мольбик Аллаху Та'ала. Они высокомерные в этой мольбе. Эти люди, Если имеется в виду кафири, Эти люди войдут В Джаханнам Униженными, приниженными. Да. Далее, еще в другом аяте говорится, Это продолжение этого аята. Аллах говорит, Вы просите меня, Молитесь, Я вам отвечу. Дальше, То, что Шамиль, наш брат, Начал говорить об этом, Мы тоже продолжим. Но, еще несколько хадисов, Которые говорят о важности Мольбик Аллаху. От Тахбура, Это, ради Аллаху ангу, Говорится, Нет ничего дороже Аллаху, чем дуа. Когда раб Аллаху просят, Аллаха просят с развитым сердцем, Приниженным, Зная, что только он отвечает на мольбы, И только его власти решат его проблемы, Упывается на него, И вот в этом случае Аллаху Та'ала говорит, Право говорит, Вот такая мольба, Самая дорогая для Аллаха деяние. Ах, ради Аллаху Тирмези. Еще говорится, А дуау муху льибадати. Любое поклонение, Которое мы делаем, Если в нем нет вот этой мольбы, Если мы не видим себя нуждающим, Аллаху Та'ала, Просто внешне исполняем нашу льбадат. Без мольбы к Аллаху, Без чувства своего рабского положения, И то, что ты раб, Который только от своего господина Получает любые блага. Вот если так не сделаешь, Любой льбадат такого мольбы, Вот такого внутреннего состояния, Это не считается. Потому что именно не твое внешнее поведение Аллаху важно, А важно твое духовное состояние, Твою искренность, С каким намерением ты к Аллаху просишь. Просто устами говоришь вот эти слова мольбы, Или же у тебя на самом деле, Ты убежден, Что ты Аллаху Та'ала ответит, И только Он может твое право решить. Дальше говорится, Если Аллаху Та'ала открывает кому-либо ворота мольбы, Аллаху Та'ала им открывает ворота рахмата милости. То есть, То, что Аллаху Та'ала дал тебе тавфиq, Дело дуа, Означает, Что Аллаху Та'ала готов тебе проявлять свою милость. Поэтому молите, спросите. Больше всего Аллаху Та'ала любит, Чтобы Его просили В защите от беды, И беды имеют в виду не только мирские, Но и беды нашего дина, Дуня Ахирата. Вот это очень важно к нашему времени. Мольба полезна от всех бед, Которые уже наступили на нас, И которые еще не наступили, Но будут наступать в скором времени. Поэтому мы читаем Ахдина, Для того, чтобы Аллаху Та'ала облегал нас, И от этих бед, которые сейчас есть, И от бед, которые будут в дальнейшем. Это для нас предписывал. Говорится, Только дуа изменяет. То есть, то, что даже Аллаху Та'ала уже решил, Какие-то беды на нас посылают. И вот такой же кала, Чтобы мы дуа делали. И наша дуа стала причиной, Чтобы Аллаху Та'ала принял его, И изменил вот это решение. Увеличивает продолжительность жизни Только наши благие деяния. Садака, помощь и так далее. Поэтому эта дуа очень важная. Очень важный вид поклонения. Это является даже Это как будто костный мозг. Костный мозг. Без костного мозга У человеческого тела не работает. Он является так бы основой. Вот так, без этого мольбы, Без этой дуа Ибрадат не считается. Дальше, дорогие братья, Вот наш брат рассказывал Шамиль Хаджи О десятих вещах, Которые имам Ибраим Адхам Говорил. Это первое было, То есть, причина того, Что Аллаху Та'ала не принимает. Здесь ученые говорят Есть такой аят. Вы просите Аллаху Та'ала Таким, ну, Будучи униженным перед ним, да. И Аллаху Та'ала не любит мутадинов. В Тафсире говорится, Мутадин означает Человек, который совершает грехи. Зная это, что грех, Или не зная. Даже если он не зная делает, И то становится преградой Перед нами, Между нами, И между принятием нашего мольбы. Поэтому Вот они говорят, Раз мы Аллаха просим, И Аллаху Та'ала нам дал слово, Обещал его Наши мольбы принимать. Почему у нас мольбы не принимаются? Ученые говорят, Самый такой Вред Для нашего дуа Приносит Запрещенное. Имей с ввиду харам. Человек, который Кучает харам, Одевает харам, Вырос на хараме, И от этого того бы не сделал. Будучи в таком состоянии, Он Сколько бы ни просил, Аллаху Та'ала Его дуа не принимает. В хадисе говорится, Очень бывает часто людей На вид, Которые как Да, Аулияи. У них Такая Старая портретная одежда, Они волосы неухаженные, Как будто они в пыли находились. Ну, в общем, На вид они как Аулияи. Но они Аллаха просят, О, Аллах, дай мне, дай мне. И Аллах не отвечает. Потому что он Кучает харам, Одевает харам И вырос на хараме. И он Говорится, Разве Аллах примет его дуа? Поэтому, дорогие братья, Мы вот столько просим, И Аллаху Та'ала Наши моли бы не принимает, Значит, Там есть Либо С нашей стороны причина, Мы Вот эти условия не соблюдаем. Либо Аллаху Та'ала Еще его Азар не наступил, Время не наступило. Алимы говорят, Когда мы просим, Аллаху Та'ала отвечает, И Там есть три Три такого момента. Либо Аллаху Та'ала Это сразу дает. То, что мы просим, Сразу дает. Либо Он оставляет на ахират. Вот сейчас не дает, Ахират и дает. Либо Аллаху Та'ала Настолько же у нас Грехи прощает. Вместо того, Чтобы давать, Нам грехи прощает. Поэтому Мальба Занимает Огромное место В нашей Мусульманской Му'минской жизни. Говорится, Пока вы не будете Говорит Аллаху Та'ала Не принимает Мои Мальбы. Почему Не принимает? Почему Так долго Аллаху Та'ала Примет? А если Мы Вот так Говорим, Тогда Значит Мы Вот эти условия Не соблюдаем. Это одно. Второе, дорогие Братья, Есть такой Аят Скажите Скажи Мухаммад Нам Верующим Если вы Аллаха любите Следуйте Пророку Аллах Аллах Вас полюбит Вот это Очень важные Аяты Все важные Именно В контексте Дуа Почему? Потому что Получается Если Мы хотим Чтобы Аллах Нас полюбил Нам Необходимо Следовать Суне Мухаммада А если Аллах Нас Полюбил На нашем Личном Примере Когда Нас Просят Люди Которых Мы Любим Разве Мы Не Ответим Ихними Молюбей Не Выполним Ихними Надежды Вот Точно Так Же Когда Мы Посредством Следования Суне Пророка Мухаммада Нас Полюбил Аллах Естественно Аллах Наши Молюбей Тоже Нам Необходимо Стараться Чтобы Мы Следовали Пророка Аллах Следовали Его Суне И Посредством Этого Получили Любовь Аллаха Насчет Любви Хасан Афан Говорит Говоря о том Что Увеличивает Любовь Любовь Увеличивает Чему-либо Когда Мы Про Него Много Говорим Чем Чаще Мы Кого-то Вспоминаем Его Такие Лучшие Стороны Для Сего Представляем Надеемся Когда Мы Им Занят Все Занят Этим Объектом Любви Естественно Любовь Увеличивается Он говорит Такие Прекрасные Слова Он Говорит Когда Мы Часто Поминаем Аллаха То есть У нас Такой Вирь Такой Как бы Постоянный Постоянный Такой У нас Обычай Что Мы Часто Аллах Поминаем Когда Мы Часто Аллах Поминаем У нас Увеличивается Любовь Аллах Видите Когда Объект Своей Жизни То есть Поминание Аллаха Является Причиной Который Дает нам Любовь Аллаху Субханава Тааля А Когда Мы Аллаха Полюбим Посредством Поминания Аллаха То мы Следуем Его Повелениям Потому Что Мы Его Любим А То Что Говорит Любим Исполняем Аллах Когда У человека Нет Достаточно Любви К Аллаху Он Аллах Любит Говорит Но Это Недостаточно Любовь Он Устами Говорит Он Не Может Идти По Истинной Пути Шариата Он Себе Позволяет Грешить Позволяет Переходить Шариатской Границы И так Далее А Помогает Человеку Идти По Истинной Пути Наличие Наставника Потому Что Наставник Тебе Помогает Часто Долго И Много Поминять Аллаху Тааля А вот Поминание Аллах Является Причиной Которой У нас Любовь Аллах Увеличивается Пути Увеличивает Поминание Аллах Чтобы Это Нас Привело К Любви Аллах И Раз Мы Полюбим Аллах Аллах Примет Наши Моли И В Наше Время Когда Очень Много Бед Несчастья Каких-то Природных Катаклизмов Как Земли Трассения И так Далее Более Чем В других Местах Нам Необходимо Молиться Аллах Потому Что Вот Эти Беды Аллах Направляет Ничего На этом Свете Не Происходит Без Его Воли Поэтому Раз Эти Беды Наступают По Его Воле Раз Происходящие Войны Происходят По Его Воле Раз Беды Наступают По Его Воле Нам Необходимо Его Просить Чтобы Он Поднял Он дал Он Поднял Он Дал Он Забрал Поэтому Вот Эта Дуа Нашим Очень Важным Инструментом Для Спасения От Бед Являются Дорогие Братья Завершение Мы знаем Дорогие Братья Что Аллах Прежних Своих Пророков Поддерживал То есть Он Когда Пророки Призывали Свои Общины Свои Народы К вере И они Отказывались Он Поддерживая Своих Пророков Направлял На этих Невреющих Народов Своё Наказание Мы знаем Что Нух Просил Аллаха Наказать Свою Народу И они Были Потоплены Что Лут Аллах Попросил Своему Народу Наказание Они Были Уничтожены Огненным Градом Потом Худа Салиха Ковмы Были Аллах Уничтожены Посредством Грома И сильного Ветра Намруз И его Войско Были Уничтожены Комаром Фираун Был Утоплен Абрахат И его Войско Были Уничтожены Комнами Которые Бросили На них Как Авиация Птицы Поэтому Мы просим Аллаха У которых Власти Наказать Кого Желает Как Пожелает Мы просим Аллаха Чтобы Он Таким Розом Наказал Каждого Кто Без права Проливает Мусульманскую Крову Кто Б Он Не Был Люди Которые Без права Проливают Мусульманскую Крову Убивают Его Власти Это Все Решит Любым Способом Поэтому Пусть Аллах Решает Наши Проблемы В первую очередь Давай нам Талфиq Силу Волю Следовать Его Шариату Идучить Ильму Следовать Судни Пророка А в Вторую очередь Как он Оказал Содействие Своим Пророкам Оказать Нам Такое Содействие Победить Над Врагами Мусульман Ассаляму Алейкум Алейкум Продолжение следует...